так но ты скажешь нам про этого зубом что мы какое мы какое мы решение приняли я хочу вскрыть чтобы посмотреть что у него в зубе потому что все перебрать ну скажи быстренько что так вот таз мы обнулили сейчас мы взвесим чисто для того чтобы понимать сколько мяса мы себе на еду вырастили поймала индейки у нас гуляют уже по всей деревне отвернулись на пять минут они с другой стороны нашего забора уже ходят вовсю дорогу прикрывают митинг устраивают а они только что у памятника выступали до ночи на дорогу так давайте как на место на свое пастбище быстро у нас пастбище объединенные да вот нас тут крес спасется вот смотрите породная индейка видите впереди бежит больше понтов у нее чем веса голубь мира или не мира за этот как-то вообще странно ходит ноги иксом все давайте вот здесь гуляйте вон гусям сходите лучше они сходили гусям гуси их сюда выгнали они пошли к памятнику у памятника сделали круг почета я их от памятника выгнала и теперь они вообще на дорогу пошли митинговать плаката только не хватает просто оппозиционеры кривоногие так но ты скажешь нам про этого зобом что мы какое мы какое мы решение приняли но все тогда он обречен и раздумывала на этот счет дальше будешь удушен ну вот короче ему хвост расклевывают там очень убираем до моего сегодня там уже и этот серебристая кожа да и алюми спрей и в этот самый дёготь березовый жрут его жопу под березовый дёготь только облизываться не успевает жопа под соусом березовым так он в огурцы пошел ну молодец вообще индук хайбрид хайбрид конвертер мы его забили гириду полу дошла когда у него помимо зоба еще расклевали задницу помимо висячего зоба я хочу вскрыть чтобы посмотреть что у него в зубе птицу саша убрал сам поэтому эта птица пойдет нам в принципе в еду но зоб я конечно все равно вырезать весь буду но я хочу посмотреть что в нем в итоге я скажу что пропойками триндозолом была месяц назад поэтому мы ее скушаем вот я боялась сделать наря все перепробовала единственное что боялась сделать это прокол в общем как я и предполагаю короче тут боже что-то только нету нитки кстати от этой трава но вот и я не вижу никакого воспаления в зубе понимаешь будет понимаете потому что это это жратва это его комбикорм который он ест с травой то что он последнее эти время был на выгуле чтобы его задницу мы не расклёвывали его товарищи по привычке я его перевела к другой группе которая тоже продолжила это погубное дело нет у него в зубе никакого не воспалительного процесса ничего не гниение да не гниение ничего трава запах нет никакого плохого нет запах комбикорма ну может чуть с кислинкой но кисло даже на может от травы вот у него болячка это он порвал себе да зуб это вот он сам его приступал и рвал не один раз на несколько вот тут тоже я понял ладно давай это скрывай дальше посмотреть что там как каком состоянии желудок так я не хочу в этой куче мне надо как-то я сейчас уберу смотрите все вы мало посмотреть какой чистая внутренняя часть зубы да нет никакой слушай можно кошелек шить ну да серьезно вот ничего нету видишь чистейший короче не знаю я пошел что причина этого зуба так сейчас быстренько вскроем посмотрим внутренние органы вот печень абсолютно хорошая посмотри какая ровная абсолютно нормальная вообще без дефектов без всего сердце хорошее не мешок ничего ничего сейчас я разрежу желудок быстренько посмотрим с вами что внутри но я не вижу вообще при как бы да он бы наверно бежил и жил на самом деле но не вижу нерос зачем он нерос изменно из-за того что вот у него вот это проблема закупорки как таковой ты видишь желудки ведь есть пища угли смотри не зажал не стекол никаких ничего все хорошо никаких дефектов желудка нет я не вижу так значит у меня легкие это последнее что осталось ну я не предвижу там каких-то сложностей если честно ну да чем на свежем воздухе розовые нежные все это я сейчас 2 ладно все понятно давай выводы быстренько чё зубам есть смысл нет смысла заниматься я надеялась что я увижу какое-то гниение какой-то там закупорка перекручивание еще что-то ничего я не увидела в итоге я так и не знаю как бороться с вытянутым с этим зубом оттянутым топорин блин сашка но хочется жить искать еще но согласись смысл какой вот он ходил да он смотрите но он что-то набрал нам хватит там да на суп грубо говоря на меньше всех раз на пожарить на разок вот ну а так в принципе если конечно если бы вы не клевали то можно было бы оставить да но так как его начали расклевывать то как бы знаете еще лишний раз провоцировать птицу который с ним рядом находится чтобы она раскрывала своих других там соседей зачем это нужно в общем решили убрать его если вы все-таки знаете способу с которыми помогаете птицы этой до избавляться от такой проблемы как вытянутый зуб нам пожалуйста пишите еще раз посмотрим попробуем потому что все перебрали ну скажи быстренько что играли перебрали сначала витом давали отдельно вот прям конкретной птицы отсаживали корму дозирована вода дозирована алкоголь водку выпивала этот водку до сающую по где-то 2 грамм по 20 наверно по 20 прям кубическим кубик кубиками слушай я понял почему даже он такого возраста водка спасла однозначно вот потом что еще мы пробовали медный купорос железный купорос разбавляла воде железный купорос или медный медный купорос и пропаивала вот так птицу там два грамма по моему на литр и вытаскивали из зоба все выдавливала зоб уходит и голодовкой зоб уходит потом снова надувается уходит совсем потом снова надувается голодный на голодовке на меня сидел и корм только сухой был и вода с железным с медным купоросом и кашей попробовала кормить что она более субстанция такая может что-то это все в разных это не сказал что промывала пыталась выдавить да все периодически это делала все равно все это набухал заново правильно опять накапливается накапливается растягивается растягивается то есть нету прогресса никакого это разовое мероприятие вытряхнуть с него все нет проблем дальше то что делать ну понятно как с водянка вы можете колоть птицу спускать жидкость она заново накапливается и птица равно подыхает только мучение зря короче и ваши и птицы все на этом все пожалуйста ждем от вас вашего опыта в этом вопросе всего доброго пока так вот таз мы обнулили сейчас мы взвесим чисто для того чтобы понимать сколько мяса мы себе на еду вырастили вот из этой особи поимеем так ну 4 690 так я и запишу в таблицу что 4 690 у нас потрошенная тушка все